Добрый вечер, в эфире Чисто Ньюс, в студии Валерия Житков и сразу к главным новостям. Верховная Рада не приняла и вернула Ольге Богомолец законопроект о дематюкации. По словам очевидцев, Ольга расстроилась из горяча, пару раз сама нарушила свой же закон. Украина увеличила экспорт яиц почти вдвое. Судя по всему, на призывы Зеленского начать работать плодотворнее первыми отозвались куры. К основным новостям. Безработица в стране при новом президенте неуклонно движется вверх. К примеру, 9 июля Зеленский уволил со своих постов 70 глав районных администраций. А это значит, что 70 глав семей остались без работы, а их дети, соответственно, без кусочка хлеба, кусочка масла, баночки икры и глоточка просека. На этом новоиспеченный диктатор не остановился и подписал указ о борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне. Владимир Зеленский провел совещание в Ужгороде, по результатам которого были уволены руководители Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможни. Что станет с этими людьми? Скорее всего, они просто спустятся по контрабандной лестнице вниз и начнут таскать сигареты через границу лично. Ведь кто, как не бывший начальник таможни, знает, где дырочка в заборе, через какой туалет прорыт тоннель в Польшу и с какой крыши, если хорошенько разбежаться, можно перелететь на дельтаплане в Венгрию. На этом же совещании Зеленский отчитал чиновника, который жаловался на маленькую зарплату, при этом пользуясь дорогим смартфоном. Ну, мне кажется, президент зря обругал сотрудника таможни, ведь, скорее всего, айфон тоже контрабандный и стоит гораздо дешевле оригинала. Не успели перенести инфаркт таможенники Закарпаттия, как Зеленский уже был в Борисполе. Там он попросил погулять из зала секретаря Борисполского городского совета, который, оказывается, ранее был осужден за разбой. Скажи, это правда или нет? Так, член Батьковщины, правильно? Секретарь Борисполского района, ранее засудженный, частина третья, 142 Украины, зараза разбой, поединенный с причинами тяжких телеволюционных ускорбочений. Ярослав Михайлович, это вы? Николай. Николай, вы? Вы идите отсюда. Вы идите отсюда. Разбийник. Ну, знаете, выгнать человека только за то, что он когда-то избил и ограбил другого человека. Как сказали бы представители партии регионов, при Викторе Федоровиче такого беспредела не было. Что касается бывшего президента, Петр Алексеевич Порошенко посетил Хмельницкий, где кто-то из толпы крикнул ему слово «гоньба». Петр Алексеевич тут же отреагировал на эти выкрики, правда, довольно своеобразно. Сразу после этого бывший президент отправился гулять по городу, где было снято вот такое видео. Но пока у нас нет информации, побил ли всех кричащих Петр Алексеевич сразу, прямо на месте, или просто запомнил их в лицо и надает им попытки позже, индивидуально. Юлия Тимошенко поздравила партию «Батькивщина» с 20-летием. По ее словам, это целая эпоха закалки настоящего мужества, чести, достоинства, и я бы от себя добавил терпения. Ведь если проводить исторические параллели, то иудеи шли до земли обетованной аж 40 лет. Получается, что до обетованного президентства Юлии Владимировне осталось всего полпути. Что ж, пожелаем ей удачи и, повторюсь, терпения. Служба безопасности Украины заявила об утерянной секретной флешке с информацией о проекте «Стена». Наверное, проект настолько секретный, что его даже не рассказывали строителям стены, потому что она до сих пор выглядит вот так. Еще больше смущает, что пока Илон Маск запускает Теслу на Марс, СБУ продолжает хранить секретную информацию на флешках, которые можно потерять, некорректно извлечь из компьютера или случайно записать поверх секретной информации какой-нибудь классный сериал. Национальный банк Украины обвинили в пиратстве, так как они использовали нелицензионный шрифт на новой купюре в 1000 гривен. Ну вот, знаете, ну вот почему сразу пиратство? Может быть, просто официальный шрифт стоил очень дорого, и если бы Нацбанк на него потратился, купюра могла бы быть номиналом всего в 900 гривен. Конечно, в целом, такие прецеденты плохо сказываются на имидже страны, поэтому если в следующий раз решите сэкономить, лучше уже пишите от руки. Отец певицы Алины Гроссу подал документы на участие в выборах как беспартийный самовыдвиженец. Что интересно, это произошло за день до свадьбы его дочери в Италии. Ну, видимо, свадьба вышла настолько дорого, что окупить ее может только мандат. Сама Алина собирается агитировать за отца и выступить на мероприятиях вместе с ним. Теперь, судя по предвыборным плакатам, Черновицкая область ожидает тур Алины Гроссу по таким замечательным местам, как возле магазина, возле базара, возле колодца и даже на автобусной остановке. Так что, посетив все мероприятия, можно будет не только послушать песни Алины, но хорошенечко скупиться, набрать воды и поехать обратно домой. На сегодня все. Встретимся с вами завтра вечером, сразу после выпуска ТСН. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...